Не уводить парней у своей дочери. Было. Я-то крыса. Мужами делиться с тобой не буду. Я натворила делов. А ты не умеешь пить, ты блюешь. Королева углевода. Апсиклос, ничего страшного, ты у меня самая вкусненькая, понимаешь? Мамина дочь. Всем добрый день. Сегодня мы на канале Золотое Яблоко и в гостях у сказки. А на канале Золотое Яблоко есть такая рубрика, где молодой человек красит девушку. Но в преддверии праздника матери, сегодня я, Олеся, мама, Верона и моя дочка, будем красить друг друга. А кто кого будет красить, я думаю, что мы разгадаемся в процессе. Самое главное, смотрите до конца, будет много интересного, роздуши и подарки. Супер, давай. Камень. Мам, это по-советски. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Еще раз. Раз, два, три. Раз, два, три. Ладно, хорошо. Ладно. Все. Но. Голл Тепл Ру. Вау. Подвезли вам обновления. Бьюти-магазин в приложении. Самый большой ассортимент. Долетит в один момент. Скидки получай. Давай качай. Попрошу внимания, пожалуйста. Скинули макияж человеку, который вообще не знает, что такое хайлайтер, но не понимает, куда, что, зачем, почему. Но все же, как говорится, надежда умирает последней, поэтому начнем. Что у нас имеется? У нас имеется килограмм косметики, которой я не умею пользоваться. Это прекрасное шедевральное лицо и руки, которые сейчас будут творить все это искусство. Начнем мы, пожалуй, и, надеюсь, не закончим с... Ты должна сделать меня, если оно красиво. Ну, не факт. Не, ну, как-то это тоже... Ну, ты же меня не перестанешь после этого любить, правильно? Ты хотя бы читаешь что-то на пузырьках. Ты меня не перестанешь после этого любить. Я думаю. Я думаю. Это ловит нас. Молчай. Вот, значит, мы наносим это вот так вот, ну, размазываем. Ну, вроде как. Такое ощущение. Ты все делаешь? Слушай, а ты в курсе это? Скатывается, в общем, на твоем лице. Ну, это не твое, я думаю, все-таки. Я просто скидываю кожу. Она была такая змеюка. Не, ну, как бы, такие средства... Мне кажется, как-то по-другому применяют. Нет, это так применяют. Мне сказали, тут люди вообще научные опытом проверенным, простите, да. Ну, просто макияж это не мое. Я просто... Это... Семечки взяла такая чистая. Но, мать, пожалела. Мне просто интересно это. Это что такое? Слушай. Какая разница? Один, другая разница. Ну, какая разница? Ну, реально. Не, ну, хотя бы что-то из блесток возникнет. Мам, ну, я сделаю из тебя нормального, четкого, бжукского колбаса. Мне кажется, ты, не матери, сделаешь из меня нормального отца. Которого у нас нет. И мы его как-то с отца. Можно раз закрыть? Минута тридцать. Так. Мне кажется, в конце я попрошу флору, будут тебя тоже красить. Слушай, ну, не факт. Не факт, я думаю, не факт. Скатался немного, не дала? Приятная кисть. Так, опять ротик закрыть. Так, все, значит, так. У тебя все быстро еще делать? За 15 минут? Пожалуйста, водой по лесу помазали. Ну, такой, водой, значит, как желе. Затем мы берем тон. Шака-шака. Шака-шака, блядь. Так, не, ну, я думаю, я тебя люблю, поэтому я возьму потемнее. Будешь у меня такая афро-американка. Black Lives Matter будем продерживать вообще рот. Ты опять все темнокожим? Я люблю, знаешь? Давай. Значит, ну, это я уже другой стороной, я уже знаю, мне так показывали. Значит, мы берем. Ты одной кисточкой-то не меняешь кисточку просто? Сказали, так можно. Ты знаешь, вот раньше говорили, что один мужчина должен быть, и кисточка тоже, я думаю, она должна быть. Ну, тебе это как бы не помешало даже одного мужчину иметь в этой жизни, моя милая. Не, ну, кисточка одна должна быть, да? Нет, их должно быть несколько. Знаешь, в этой жизни, я считаю, ну, на меня... Нет, в этой жизни, я считаю, на меня глядя, можно сказать, чем больше, тем лучше. Да? Да. Золотой пакет. Лас-то не трогают сильно-то. Раз-два. Роза-крылья? Угу. Все правильно. Ой, это вопрос к маме, это ее самый любимый и излюбленный вопрос вообще в директе, везде абсолютно. Сначала на него ответит мама, я скажу уже свое мнение. Ну, вообще, на самом деле, самое главное, быть подругой. Своему ребенку, подругу. Никогда. Не уводить парней у своей дочери. Было. Да, знаете, у нас была такая история. Женя, я помню тебя. Женя, Женя. А тебя я запомнила тоже, да. Это была новогодняя ночь, да? Ладно, лучше красить меня. Ну, это было две недели после новогодней ночи, я на это помню. Самое главное, самое главное, оставаться друзьями, подругами со своими детьми. Ля ты крыса. Да. И не стараться где-то придется сигарет или там с алкоголем, как будто такая идеальная, да? Да, убить и с родителями. А главное, главное, вы знаете, позволить своему ребенку сделать то, что он хочет сделать. Покурить, каля, выпить. А вы должны посмотреть, насколько сильно он это сделает. Не, ну тут пропаганда вообще жестокая пошла. Вера Никитова, кстати, всегда собирались друзья на доме у нас, и часто кто-то... На доме, это мы так говорим, на доме. Не на доме, не факт, что мы на крыше тусовались. Нет, это просто мы говорим, типа, пойдешь ко мне на дом, типа, ко мне домой. Это просто частный дом, и поэтому она всегда приводила компанию к нам. И они так хорошо сидели всегда. Кто-то спал потом в туалете. У меня потом полосы все убрали. Ты так и оставайся, в принципе. Мне уже, знаешь, устраивает такой результат, по сути. Что я могу сказать насчет наших отношений с мамой? Вообще, на самом деле, такое бывает очень редко, когда люди настолько друг друга понимают и чувствуют, и помогают друг другу. Они остаются в стороне, несмотря на какие-то там проблемы, на то, что твой ребенок нестандартный. Но самое главное правило, нужно взять то, что абсолютно все в вашей жизни зависит от вас самих. То есть никто вам так прекрасные отношения с вашими родителями не положит на ладошки, не скажет, вот у тебя идеальная мама, которая себя понимает, любит, ценит, уважает и нет. Чтобы тебя любили, уважали и, как бы, ну, чтобы у тебя были прекрасные взаимоотношения с родителями, нужно тоже стараться в ваших взаимоотношениях. Они ничем не отличаются. Нужно быть в теме. Да, да. Это вот к родителям относится, поэтому всегда повнимательнее относитесь к увлечениям ваших детей и всегда их поддерживайте, несмотря ни на что. И к увлечениям родителей. Да. Так, 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 ну, сейчас уже пошли вообще какие-то сложные элементы. Что-то тебе объясняли там, что-то по тени. Мам, мне в школе тоже много чего объясняли. Что-то как-то, знаешь, I don't understand. Это как-то получилось. Я? Вероника. Вообще, две тысячи пропусков. Вы видали такое? Две тысячи пропусков у меня было, а? Я просто занималась плаванием. Я всегда понимала ее. Конечно. Расскажу вам лайфхак. Рабочего характера. Что было? У меня была тренировка где-то, это же скульптор, да, вроде, ну, это не пудра точно. Или пудра, не знаю, вот это. Что это? Слушай, ну ты же, а, нет, это, ну, прозрачная, значит, это пудра. Пудра не бывает такой маленькой? В этой жизни все бывает маленьким. И качественным тоже бывает. Ты тут даже не замазывай меня. Ой, нет, это не, прости, это не пудра. А что это такое? Это был... Снеги замазывай? Нет, это был... Ой, я натворила делов тут. Я что не сделала? Нет, ну сейчас мы все сделаем. Ты помолчи, главное. Все, все окей. Все, все окей, все хорошо. Так, ну это было... Подожди, я поняла. Ты хотя бы прочитай, это написано. Доктор, шмидер, this is my number score. По низкому, понимаешь, прочитай. Лимони. Ну ладно, обратной стороне. Это что это? И нанесите, вот, культурирующая пудра. Все. Что это будет у меня? Скулы. Скулы, давай. Скулы. Так, она сделала так. Слушай, у тебя тут родинка вообще ни к месту, ни к селу, ни к городу, знаешь, находится. Потому что такое ощущение, что ты испачкалась. Да ты вообще у тебя сама в родинках. Зато скулы я тебе подчеркнула вообще. Вообще, знаешь, как будто бы ты у меня какая-то модуль. Да? Да, я модуль полсайз, а ты модуль просто категория мамы. Мам категория? Да. Ну мне еще говорили, нужно вот здесь затемнять. Ну это я так край муха слышала, когда меня сегодня так красили. Угу. Так. Ты должна вообще подчеркнуть мой нос. Я вам хочу сказать, что мамин нос, он новый. Это была приобретенная покупка, когда я не то чтобы накопила, а заработала. И мы приобрели этот нос около года назад. Ну, и он прекрасный. И он дорогой. Я вам скажу, он очень дорогой. Ты вложилась в этот нос, а я отдала хрящ серебра. Мы оба пожертвовали чем-то, понимаешь? Рани моего носа. У нас, знаете, такие, не животного происхождения, а натуральные подарки. То есть я подарила нос, сейчас я дарю зубы всей семье. То есть у нас ну как-то так получается. А мама мне подарила... Мама мне 4 года не могла привезти с Алтая, где она отдыхала очень много лет. Там, значит, камни в горах, очень красивые драгоценные. Горный хрусталь, прости господи, его. Вот. И я, прости, 4 года, когда мама приезжала, говорю, мамуль, пожалуйста, по-братски привези. Очень хочу, мне нравится. И вы знаете, сказать, что я была в шоке, когда 2 года назад она мне привезла его. Я ждала 4 года этот подарок. 4 года. Каждый раз, когда она приезжала, мы не разговаривали до октября, потому что она мне его не дарила. И тут она мне приезжает и говорит, у меня для тебя сюрприз. Но я сразу выпала. У меня сразу уже, ну, началась тахикардия, и мне стало плохо. Я подумала, что невозможно такое, не может быть. И она открывает, а там горный хрусталь. И я смотрю, и я вам клянусь, вчера я надела это на себя. Я видела, видела это. И это было, я хотела тебе отметить. Просто раньше ты была немного крупнее, у тебя он не сходился на шее, помнишь? Прямо на 50. Сейчас уже совсем все по-другому смотрится. Вот этот рубиновый камень какой. Конечно. Горный хрусталь. Конечно, конечно. Ну, а все, почему я не могла привезти? Потому что это санаторий, там все лечатся, они только у стола приезжают. Ну, хорошо. Кстати, у меня такая паленка была, когда я в Серпухе была. Ну, теперь а Реджину? Ну, извините, конечно, прекрасный продукт. Прекрасный. Даймонд. А Вероничка мне, кстати, вот шапар подарила. Не вырезайте это. Слушайте, а ты же мне что подарила последнее? Я никогда не дарила подарки. Я никогда не запоминаю то, что я дарила. Но я обязательно заработаю подарил? Да. Я просто мало работаю. Знаете как, работаешь, работаешь, никуда я не зарабатываю. Работы ебануты, нужно поменять. Я напомню о том, что никогда не работала. Но мы надеемся на чудо. Слушай, ну я же не трутся. Глаза, плиз. Так, мы взяли замечательную помадку, которая в серпах у меня была паленая. Сейчас она оригинальная. Ты мне помаду глаза красишь? Это специально так должно. Ну, вообще она должна застыть очень быстро. И мы ее мажем на носе. Не мажем, мы же не безграмотные, правильно? Наносим на подвижное веко. О, как научилась говорить. Да, и вот так вот немножечко, немного растушевываем. Зачем это нужно, я не знаю, но я так видела. У тебя такие сильные удары, ты можешь достать музычок. Знаешь, сейчас ты красишь. О, глаз. Ох, хоро. Так. Ты только не шути, ты меня красишь нормально. Я не шути. Я же не Петруха. Ну что, я тебя позорю, что ли, буду? И сейчас праздник. Когда я тебя позорю? На день матери. А у меня пока пиджак новый, нам еще в ресторан сходить надо. Мы же сюда пришли не просто так покраситься. Ну, конечно, да. Нанести. Конечно, пиджак у нее новый. Ну, если что, мои подруги его одолжили, я его держу в курсе. Закрываем глаза. Закрываем глаза. Главное, что у тебя были близкие друзья. Мама, все мои друзья уже стали твоими друзьями. Ты как бы, ну, тоже это не забывай. Ну, это прекрасно. Зато я не старею. Мужем я делиться с тобой не буду. Ну. Закрыли. Сейчас опять вот так начну делать. Смотри, а ты сглазишь. Да, да, да. Мастурбировать. Никогда такого не. Я всегда нарушала это правило. Да, и у нее есть один механизм, как-нибудь мы его разговаривали. Нет, не говори, пожалуйста. Это реально правда. Да, да, это правда. Да, но все, что сейчас мама сказала вам. Это разрядка. Это реально правда. Нельзя запрещать детям инсурбировать. Пожалуйста. Попрошу внимания. Мама мне особо ничего так не запрещала. Не было такого, чтобы были какие-то жесткие запреты. Просто я занималась долгое время спортом, где я не могла себе позволить выпить, покурить. Ну, у меня, в принципе, до сих пор нет такого, я переживаю, конечно, у меня есть тяга к таким пагубным вещам, но тогда такого не было. И я вам скажу, во взаимоотношениях с мужчиной, во взаимоотношениях с родителями очень большую роль влияет свобода. Неплохо, честно. Ну, по десятибалльной шкале где-то, как мой бывший, на тройку. Нет, а она мне бывает запрещает много гулять. Ну, да так не гулять, так спиться можно, вы понимаете? Типа реально так можно спиться. У меня, ты понимаешь, генетика. Я не могу спиться, я прекрасно гуляю. А я что, должна точно так же с такой же... А ты не умеешь пить, ты блюешь. Так, ну получается неплохо, слушай, реально неплохо. Ты смотри. Если ты меня подведешь. Так, следующее у нас, что там на картинке? У нас на картинке следующее это сиреневый цвет. Ну, я что-то... Пожалуйста, вот у нас такая шанбрайклая... Ну, палетка реально дорого. Дорого. Реально дорого, да? Ты только это не делаешь мне путану. Путану? Да. Как сделать из путану путану? Вопрос. Вероника. Извини. Так. Это ты мне замастурбацию, что ли? Да. И тебе зошка, жестко сейчас засажу, конечно. Так, мы берем оттенок... Я как бабушка наша, она всегда сидит такая... Ей надо руку на 15 метров отвести, прежде чем она... Мы берем оттенок Raw Energy. Вот такими легкими движениями. Вроде бы это тот оттенок, который там нужен, но... Мы же не можем повторить в идеале все, правильно? Но мы и не хотим. Так, мы его немного наносим. Закрой. Вот, опять же-таки, на подвижное веко. Не знаю. Надо не двигаться, не нужно. А, нет, вот этот оттенок. Я нашла его, все окей. Давай, так. Он называется Third Eye. Ты вот такое сделаешь мне? Я постараюсь. Реально, я тебе обещаю, что я постараюсь. Вот это уже... Другая история. Слушай, ну, похоже на синяки, кстати. После операции? Я тебе реально не шучу, то есть это трудно. Это реально, я тебе говорю, трудно. Я подвинулся тебе поближе просто. Да, пожалуйста. Да ничего она не влюблялась, мне кажется. Ну, у меня не было такого, да. Не было, нет еще в кого влюбиться. Да, понимаете, поэтому те, кто хочет влюбиться, пожалуйста, 8-9... Мой первый комментарий будет здесь написан. Я ей-богу говорю, мам, получается, ну, ужас. Но я стараюсь. Мне кажется, у меня хуже всех получилось. Но я постараюсь, честно. Вероника, у тебя такие талантливые руки. Они в другом таланте, знаешь, не в макияже, точно. Ну, ты реально на бжукского колбаса похожа. Ну, я сейчас все растушую, все растушуньку, и все будет вообще... Потом хайлайтером зальешь, что ли? Ну, лисенок, ну ты вообще, конечно, реально... Простите нас, Дашка, когда увидели, да? Ай! Ой, лисенок, ну, лисенок. Скоро у меня будут новые. Так, ладно, не получится. Зачем, как говорится, не мучаешь жопу, если не можешь пернуть? Стрелок там нет. Ну, вообще есть стрелки. Я не умею рисовать стрелки. В глаз, береги мой глаз. Мы только сделали, ну, зубы... Сейчас глаза придутся, дедут хрусталик не вставлять. Прости. Так. Прости. Нет, у нас на эксперименты запрет. Мы не среклируем волосы. Ты можешь не моргать? Не красимся, ну, по крайней мере, не срекем волосы до определенного возраста. У нас свои ритуальные обряды, вот. Ну, как видите, да, у нас у всех волос, мы просто не стрижемся. Поэтому нет, не было. Ничего на них экспериментировал с собой. Она мамина дочь. Да. Мамина дочь. Нет, у меня не было никаких вообще никогда экспериментов, потому что мама сказала, что она у меня отрежет руки и волосы, если что-то сделает. Поэтому, знаете, вот это вот, типа, ребенок должен быть в творчестве, красить разноцветные волосы. Нет, у нас были жесткие СССРовские традиции. Родился так, мы точно так же. Нет, мы хотели как-то с ней вдвоем поэкспериментировать, сделать татуировку. Но мы и не сделали ее, да? Повернись по-братски, я тебя умоляю. Мы хотели сделать такие татуировки, а потом я прочитала цитату Ким Кардашин, где она написала, милая, ты бы стала клеить наклейку на Бентли. Я такая думаю, нормально ты базаришь, нормально, мне очень понравилось. Поэтому я точно такое же мнение, что зачем я буду себе делать татуировку? Хотела я делать вот здесь вот на ноге Queen. Я думаю, зачем же я буду делать татуировку Королева, если об этом и так все знают. Королева углеводов. Королева хлеба. Хлебный король. Я жду тебя, опять же таки в описании. Подожди, не могу. Ну это просто... Ну прости, реально. Закрой. Внимание, вопрос. Закрой глаз. Ну какая-то шахаризада я чувствую. Они ровные. Ты знаешь, что ты красива всегда? Они ровные, у меня один вопрос. Да. Посмотри, может там есть палочки, есть салфетки, если что. Не помолвут они здесь. Ну я на туториалах видела, что вот так вот делают. Другие? Знаешь, не, ну это вообще... Ну слушай, а вообще я знаю, так носят, еще так две точки снизу делают. Посмотри, как это издалека. Ну если бы у меня было плохое зрение, мне бы понравилось. Нет, ну ты можешь посмотреть. Ну давай. Ну я думаю, в конце будет эффект неожиданности. Поверните, пожалуйста, я закрашу. Ты меня вообще хочешь отвернуть? Реально, так позорно, что девочка не умеет делать стрелки. Мне кажется, ты вот тут краешься, а ты все стираешь уже. Нет, подожди. Рукой. Подожди, мы будем соответствовать режиму раскраски. Знаешь почему? Ну когда ты раскрасил, ты берешь ластик, в конце стираешь то, что не очень. Вообще у тебя смоки получился, ты знаешь, если я сейчас растушую. Это Степ? Нет. Ты прибавила мне 15 лет. Я так не хочу. Я прибавила себе проблем после этой съемки, знаешь, а не 15 лет. Ты неправильно накрасила мне глаз. Если честно, то это пизда. Ну мне неудобно, сковываешь мои движения. Ну если бы я выпила бы шампанского, я бы сидела к тебе уже в восстангах. Да, пожалуйста. Нет. Нет. Но вообще все себе нравится. Да. Да. Только то, что иногда мы можем с мамой быть, типа, нам иногда надоедают люди, и мы ложимся такие в депрессию, внутренняя такие. Да, да, вот это бывает. И жизнь... Большие люди, у тебя сиськи, маленькие люди, у тебя жопы, просто нужно любить себя. В женщине особенно, самое главное, это сексуальная энергетика, а не размеры ее груди. Как она пахнет? А пахнет, наверное, сексом. Да. Да, не будете вы любить себя, не будет вас любить жизнь, не будут вас любить люди. Видите, у нас как в басне, мы другу все не нахваливаем. Нет, это действительно, открой глаз, это действительно очень такая большая проблема молодежи, я так говорю, как будто, знаете, я сижу возрастом мамы. Это очень большая проблема, потому что я встречаю огромное количество девочек, которые мне говорят, спасибо за то, что ты мне помогла полюбить себя, за то, что ты мне... Ну, кстати, бывают очень такие случаи... А все потому, что тебя любили сильно, вот и все. Это тоже, да, но я просто, ну, всегда знала цену себе, потому что... Что без цену? Нет, потому что я очень много читала, я очень много смотрела фильмов. Я считаю, что если родитель своего ребенка как-то унижает, обижает, а я-то тебя как... Ты тоже самое делала, кстати, ты красивая. Ты у меня самая красивая. Обсекалась, ничего страшного, ты у меня самая вкусненькая, понимаешь? То есть вот, ну... Если я тебя хвалила, хвалила, вот и все, ты стала уверена. Если я тебя обновил, говорю, слышь ты, жирнюха там, вонючка, и все. Были проблемы. Она сейчас сказала, типа, свое мнение, во втором, да? Нет. Конечно, милая моя. Ты помнишь, у меня был один знакомый, Юрий, который сказал, нельзя так любить своего ребенка, как ты любишь свою 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 жизнь. Потому что она самая лучшая. Конечно. И что получилось в итоге? Что вырос, это вырос. Знаешь, за такие речки у тебя на плечи. За такие падежи возьми, мой член и облежи. Да, ты знаешь, милая моя, во-первых, ты тоже иногда делала такие грязные вещи, но меня это вырастило воином. С зеной. С зеной, потому что это сделало меня сильнее. А полюбила ты меня в процессе. Да, конечно. В процессе родов. Я просто не думаю, что я буду девочками, сказать, что мальчик будет. Да, расскажи эту историю, это вообще, конечно, жопа. Кстати, да, Вероника родилась очень крупная, почти 5 килограмм. Все говорят, будет мальчик, мальчик. Она родилась как двухмесячный уже ребенок, вот с такой головой. И как чепчик мне не налазил. Да, ничего не налазил, ни чепчик, ничего. Вероника очень большая была. Ну, и выросла. Я похуела. Тоже очень большой, да. У меня... Не похоже. Ну, сделай так. Ну, тут все просто. Тут все просто. Знаете, у нас мама один и тот же идеал красоты мужчины. Знаете, какой? Больше денег, меньше слов. Все. Не, ну, желательно, чтобы еще был молодой. Старый не надо, чтобы старостью воняло. Не будет. Да, и желательно, чтобы всегда стоял не только вином наполненный бокал, но и моя сумка наполненная деньгами всегда стояла. И чтобы он был твердый стоял. И чтобы он был твердый стоял. Да. Это все. Это, в принципе... А на самом деле, и вы красота, это не главное. На самом деле, когда вы встретите... Нет, ну, у меня молодой человек, красавец, у меня же не страшный. Стоп. Когда вы встретите умного, образованного мужчину, который будет умнее вас, поверьте мне, кроме этого, вам больше ничего не нужно будет. И он вам будет и внешне нравиться, и душой, и так далее, и тому подобное. Или на Новодевичем, да, там, значит, все это. Где ты уходишь встретить? Ну, я не знаю. Но я уже, если честно, как-то отчаялась. Я тебя не понимаю. Это как твоя двуличность. Сначала ты говоришь, что он должен быть богат, потом тебя почему-то возбуждает в мужчине мозг. Где правда? Ты не алгопатичница? А я ничего против и не имею. Но когда мужчина умный, соответственно, он богатый, потому что он умный. Это взаимовыгодные и взаимозависящие вещи. Порой приходится выбирать. Либо он хороший отец, но нищий, еб. Либо он богатый, но хуёвый отец. Поэтому ты молодой человек. Работает на заводе в Суле! Не, не важно. Дима, мы любим тебя! Чувак! Губна. Губна. Ну и что ты имеешь против? Я абсолютно ничего не... Это говорит о том, что я приземлённая. Конечно. Ну... Правильно. Главное – это душа. Да, я согласна. Главное – это душа. Контур надо сделать. Контур, мне кажется. Какой? Тут нет карандаша для контура. А это? Для бровей. Ну давай, поумничай, давай. У меня грудь не выпадает. Как там первый размер? Он выпасть не может, если что. Держу в курсе. Юпитер и Марс хоть не валяются. О, я трачу, не знаю. Здесь мы абсолютно разные. Я трачу. У меня их нет. Да. Вот, допустим, у меня есть дома очень много палеток, очень много косметики, очень много губных помад. Просто потому, что это, знаете, прикол в том, что когда раньше у меня был другой уровень жизни, я заходила, и мне там вот на это не хватит, на это не хватит. Сейчас я захожу в какую-нибудь Викторию Сикрет или в Золотой Яблоко. И я бегу везде. Я набираю себе вот так вот 500 стендов масок всего. Я выхожу просто минус 50 тысяч, такой бжукский колбас, реально иду и думаю, господи, дорвалась. И так происходит абсолютно каждый раз. Это вот какая-то такая, ну, дикость, я не знаю, может быть, детская травма или что-то такое. Но очень много денег в месяц уходит на уход. Именно маски, крема. Когда я вижу в том же самом, извините, золотом яблоке, что там духи, которые мои стоили 30-очку, а они там за 22, я думаю, как неожиданно и приятно. Просто, ну, скидки, видишь, девчонки, скидки, это вообще звучит. Но я теперь прихожу к Веронике и немножко подварлю не то, что подварлю, а она забирает. Она забирает у меня все, абсолютно все. То есть как это происходит? Мама заходит домой, первая у меня стоит стенд с духами. Она подходит, так берет крышечку, типа она, ну, понимает, такая необычный аромат. Очень нравится. И так, может, раз, и в сумку. И все, и ты уже не найдешь духу. Потом ты подходишь, она подходит к стенду косметики, такая, тушь, бомба, я вот здесь накрасилась, и все. Но, Вероник, меня всегда балует на самом деле. Да, у тебя поманта в зубах была в лицу. Вероник, правда, меня всегда балует, дарит мне много косметики. Да, вот у меня, допустим... Но я не всегда пользуюсь. Да, у меня, я вот в прошлый раз маме отдала целый чемодан косметики, потому что есть косметика, допустим, не который срок годности истек, нет, я маме такую косметику не отдаю. А у тебя такой зуб шикарный вообще. А которая, допустим, мне не зашла, не понравилась, или не моего типа кожи, или вот, ну, что-то такое, что-то такое. Вот, поэтому, поэтому да. На голове первым крутится бутыл, у бакла шампанска, у бакла шампанска. Так сделай. А ты верхнюю покрасила? Да, я сейчас накрашу. Ну, я же нижнюю сначала. Слушай, помада пахнет так, прям, это вкусно. Очень. Есть хочется. О, я обожаю, вообще, я шарю в парфюмах, вы знаете, у меня их очень много. Итак, мои самые любимые, которые пахнут сильной, независимой женщиной, которая зарабатывает большие деньги, которая сама большая, которая устояла с этой жизнью твердо на ногах, и это Киллиан Good Girl to Be Gone Бет, хорошая девочка, станет плохой. Прекрасный аромат селективного парфюма, очень прекрасный. Еще я обожаю Задика Вольтера, безумно. Еще я обожаю Шейха. Бакара, это вообще классика, конечно, полнейшая, но мой самый любимый, это Киллиан Good Girl to Be Gone Бет. Вот, и очень круто, когда у тебя меняются интересы, меняется уровень жизни. Раньше для меня был самый любимый, излюбленный аромат, который все прекрасно знают. И когда ты заходишь в итальянское метро, ты сливаешься с этим ароматом, потому что абсолютно каждая итальянка им пахнет. Это Дольче Габбана императрица. Это просто, это живая классика. Вот. А-а-а, у тебя? Запах тела. Какой запах тела. Нет, на самом деле, последний, ты мне подарила вот этот вот. Я тебе умоляю менять. 216-й, да? Как он называется-то? А-а-а, ой, слушай. Что это? А, 212 VIP? Да, 212 VIP. Да, 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 очень кайфовый. Байреда. Байреда, да, тоже очень кайфовый. Вообще, я маме постоянно дарю косметику, духи. И вы знаете, самое обидное, что я прихожу домой, ну, приезжаю домой, и смотрю, а у нее все лежит в коробках, как будто она на продажу это выставляет. Я говорю, ну, нельзя так, надо пользоваться. Ну, мне вот как-то жалко. То, что она сейчас наделала кольцо, которое я ей подарила, это вообще, я думаю, ого. Нет, но я же не могу всем сразу. Можно, пожалуйста, стереть зубов? Ну, по-братски. Супер. Нет, просто, просто, Вероника. Ну, по десятибалльной шкале? Нет, просто хотелось понять, у меня все-таки какой-то романтический, агрессивный мейкап. Я думаю, я думаю, везде. И куда бы ты ни пошла, везде будет внимание. Унисекс оверсайз? Да, унисекс оверсайз. Да, я думаю, да. Слушай, фермерная косметика, смотри, в первый мир. Не, реально, я бы ее съела. Подложите мне потом такую. Давай. Сейчас мы опять про Женьку напомним. Опять про Женьку напомним. А помнишь, как ты у меня отбила Женьку на Новый год? А что, все сразу и ногти понравились? Я Женьку не отбивала. Он сам прибился. Нормально. Так, ну хорошо. Ну ладно. Мама, и ты мне бровь замажешь? Я считаю, Женька был просто неволевым человеком. Женька? Да. Да. Ну нормально. Нормальный мужик, так не прибьется. Вот я про что и говорю. А если он как говно в проруби, вот он его болтает туда сижу. Конечно. Ну, конечно. Зай... Ей это очень понравилось, если коротко. Ей очень нравилось то, что я увлечена, то, что люди пишут приятные слова. И когда ты особенно начинаешь это монетизировать, когда человек видит, что ты не просто занимаешься ерундой, хотя всем кажется, что блогеры... Есть, хочу. Монтируют видео и типа это так легко. Нет, это, конечно, соглашусь, не работать там на каторге, на заводе и так далее, и тому подобное. Но это точно так же труд. И когда он еще оплачивается, и ты видишь, что ребенок повышает твой уровень жизни, как-то... Твой... Ради твоего уровня жизни работаю, кстати, знаешь? И это так воспринималось в шутку. Я лежала, как раз таки загорала на доме, и тот раз смотрю, там, то репост вузова, то лобода. А Вероничка все танцевала в лосинах. Кстати, эти лосины до сих пор лежат у меня дома, я их повешу в рамку. Знаете почему? Потому что у меня есть очень классная штука. Когда-то... А, год назад я была на выставке Мэрлин Монро в Париже. И это была очень классная выставка. Там, значит, находились такие вещи. Там ее любимые жвачки, билетики с кино, куда она ходила. Какие-то ее резинки, какие-то выпускные ленты. И я настолько, ну, была в шоке, что у меня есть точно так же огромная коробка. Я называю это коробкой воспоминаний, но моя лучшая подруга Даша называет это коробкой с мусором. Я не прощу тебя этого никогда. Это не коробка с мусором. Это... Это мое воспоминание. Я открываю ее каждый год и смотрю, что за этот год произошло. Вот. И по поводу блогерства. Вероника была на самом деле непроблемным ребенком. Она занималась... Да, меня подвозили к детдому, к тюрьме. Я была непроблемным ребенком. В тот период. И постоянно находилась все-таки дома. И как только она начала заниматься этим, она нас вывезла в Таиланд на Новый год, да, Даша? Да, я помню. Я помню, да. И мы так круто отдохнули в Таиланде. Да, мы до сих пор очень хотим в Таиланд. Ну, у нас достаточно редко получается как-то... Не то, чтобы время вместе проводить, а куда-то выезжать. Потому что Гордея учится, и мама сейчас находится в отношениях, в почте, в браке. Вот. И ее молодой человек очень сильно ее ревнует. А знаете почему? А повод есть. Жень. Напиши. Не зря же я тогда отошла от тебя. Блядь. Скажите, что это все по сценарию. Нет, Женя, это иллюзия. Блядь, ты что мне сегодня мстишь, блядь, с этим Женей? Я не знаю никакого Женю. Просто крась меня. Я пошла домой. Женю, блядь. Евгений, Евгений, Евгений. Ты хочешь матери счастья? Конечно. Да я выйду замуж. Ты хочешь матери счастья, Женя? Не зря я тогда отошла от вашего любовного союза в комнате. Она все офигит, это все интриганка у нее злой язык. Да, конечно. Доказательства? Могу показать вообще нашу переписку ВКонтакте. Это обезличка, она опять ходит по сценарию. Да, по сценарию жизни ты хотела сказать. Женя, мне кажется, сейчас ты поперкнулся и умер уже. Классная, теплая, вообще супер. Вероника-то вообще постоянно узнает везде, с ней спокойно обычно не пройдешь. Наса с вами обнимается, фотографируется. То есть вот. Это очень классно. Это такая энергия от людей. Многие как-то боятся подойти. Мы, да подождите минуточку просто, сейчас скажу. Мы отдыхали в Сочи, с Ираникой сидим на лавочке, подходит огромнейший мужчина, просто огромнейшая скала. Я думаю, сейчас нас забьет. Ну, по-моему, очень большой был. И он такой, это ты снималась в клипе? Она говорит, да, можно с нами сфотографироваться. А я на тот момент на то ли обосралась. Давай, краси, девочка. Слушайте, ну смотрите, как я к этому отношусь. Отношусь супер круто, потому что я никогда никому не отказываю фотографии, кроме пьяных людей, людей под какими-либо веществами и неадекватных людей. Никому никогда не отказываю. Почему? У меня своя точка зрения на этот счет такая, что человек, вот допустим, да, я была той девочкой, которая смотрела на блогеров, на звезд и думала, блин, как круто, меня этот человек вдохновляет. И это повлияло тоже на мой дальнейший путь. И я считаю, что у меня нет такого права, когда человек видит меня первый и последний раз в своей жизни, отказать ему фотографии. Потому что я была точно такой же девочкой, которая точно так же смотрела на кого-то и думала, блин, как круто, как классно. И я постоянно обнимаюсь, меня это очень сильно заряжает, и я очень сильно вдохновляюсь, когда ко мне подходят девочки, там, мальчики, говорят, что... Даже говорят такие вещи, что вот, ну, у меня было подавленное какое-то... Подавленное состояние, была затяжная депрессия там, и ты мне помогла выйти вообще из суицидального состояния, и спасла мне жизнь, и я полюбила себя, и это безумно круто. Потому что для меня смысл жизни заключается в нескольких аспектах, там, в путешествиях, в счастье моих близких и родных, и в том, что если ты прожил эту жизнь и поменял жизнь хотя бы одного человека, он поменял какие-то свои взгляды в голове, там, на более позитивные, на более добрые, и, там, полюбил себя, сделал... Ну, ты помог ему в этом, то ты живешь абсолютно не зря. The end. Вот, но я не люблю неадекватов. Вот, позавчера у меня произошла неприятная ситуация, когда ко мне в торговом центре подошел вот так вот вплотную молодой человек, я не поняла, почему у него и его друга были веревки в руках, и он начал подходить ко мне, смеяться вплотную, я говорю, пожалуйста, держите расстояние, не подходите ко мне. Он говорит, ты блогерш, а что ты боишься меня? И начинает налетать. В Питере на меня мужчина с ножом кидался. Ну, это и хороший момент, когда ты подходишь к шампанске в ресторане. Конечно, конечно. И это все перекрывает эти плохие ситуации. Реально красивые, просто необычайно стройные настолько. И еще шампанские. Да, это перекрывает все. Но, тем не менее, ну, я вам открою такой небольшой секрет. Мы блогеры, мы немножко асоциальные люди. То есть мы больше ценим там семей, ну, и все такое. Я вот, допустим, там, даже когда на мероприятие выхожу, я так себя чувствую, ну, раскрыто, я могу с кем-то пообщаться. Но меня это так растворяет. Домоседка она, я вам скажу честно. Если я с ее подругами еду кутить в клуб, она нас с утра отчитывает. Это что это такое? Это хайлайтер. Вот это хайлайтер. Я вижу, у тебя вот так же щечки блестят. Да, да. Можно еще грудь им сделать. Да, можно. Но грудь, в принципе, тебе не мешала бы сделать, знаешь. Нет, мне не нужна грудь. Нет? Нет. Я все нормально буду. Зачем мне нужна грудь? Слушай, а почему я тебя крашу, сыпется что-то? Ты сыпешься уже, да? Ты уже настолько сыпешься. Да? Да? И лошка пойдет к бабке, поваляемся на пикшу. Сыплюсь. Слушай, ну, прикольно. Осторожно. Я нос. Красиво, да? Я знаю, что ты плохо не накрасишь. Конечно, я же люблю тебя. Ну, ладно, немного грудь, отвлекающий маневр. Давай просто немножко. Помнишь, как у меня Далинка все накрасила? Все платье блестело. Да. Нажимаешь, что у тебя удачно получилась только грудь. Ну, как бы... Красиво? Да. Как на 9 мая в Ординах. Урок от дочки. А, блядь, у нас настолько все ровно, у нас нет рук. У нас все, вот реально. Мы, если как-то вот ругаемся, то мы вспылим, но мы знаем четко, что нужно отпустить немного времени, чтобы не обижаться на, возможно, жесткие грубые слова. Но у нас есть взаимопонимание. А сказать, что вот какой-то... Уро! Опять! То есть у нас такого нет. Вероника очень жесткий человек, очень грубый на высказывание. Но я знаю, что нужно подопустить, и все будет нормально. Очень жесткие на высказывание. Да. Она прям как катком пройдется. Прямо линейно, но прям она вот сожжет, сожжет. И если бы я отвечала на все, я говорю, еще хотя я сама по знаку зодиака лет, ну, было бы неприятно. То есть я так думаю, миле и миле, твоя неделя. Чему меня научила мама? Мама меня научила жить. Мама меня научила абсолютно всему, что у меня в голове. Она меня научила любить себя. Не просто любить себя, быть ЧСВшником, то есть там вообще с чувством собственного величия, а любить себя по фактам. То есть если ты умная, красивая, если ты читаешь, люби себя, потому что ты прекрасна, потому что ты просто шикарна и самодостаточна. Она меня научила прекрасному чувству юмора. Она мне всегда говорила, что из любой ситуации всегда нужно выходить с улыбкой. Этому научила меня не только мама, но и мамина мама. У нас так в семье заложено. Вообще, в принципе, все качества, которые во мне преобладают, тем не менее вложила в меня мама. Какими-то даже своими жизненными позициями, ситуациями, через которые мы обе прошли, абсолютно все в меня вложила мама. Ну, не только мама, но и вся моя семья, но мама из Денгерс, потому что вот. И сейчас я такая, а помнишь, как ты поставила меня на горох и била лопатой? Это тоже научило меня выдержки. Не, не, у нас была такая ситуация, потому что я всегда требую, например, дай мне телефон. У нас был такой период в жизни, и она, например, не дает как-то вот отшучивать. То есть для меня нет проблем взять и сломать телефон от Бога. Конечно. Тем более, если ты за него не платила. Почему бы нет? Даже не восстановить его. Конечно. Зачем? К чему такое? Ну, вообще, я вам скажу, мы старались только всего прошли, наверное, поэтому мы можем так легко общаться. Я думаю, да. И по поводу Евгения. Да. Я думаю, что ты можешь увидеть этот шедевр, как ты просидела почти что два часа, пока мы здесь были. Я хочу, чтобы ты увидела это и ты должна же берегить себя и своих близких. И ты же понимаешь, что ты меня любишь вне зависимости от того, что я делаю в этой жизни. Правильно? И ты в любом теле прекрасна. Love you do, do you love. Вот. Ты прекрасна. Ну, может быть... Та-да! Ух, какая ты красотка! Когда ты вернулась-то? Если... Ну, ты пизда! Ты зачем так сделала? Ах! Ты специально это сделала? Я тебе что, блядь, заморфушенька-душенька? Вероника! У меня ковид. Я заплачу. Не бей босы. Хэллоуин, по-моему, прошел. А чудовище осталось. Почему ты мне другую накрасила как-то? Потому что ты пиздил без остановки. Вот почему. И ты... Я накрасила прекрасно грудь. А то... Опречатался даже. Крест. Да. Ну, да ладно. Вы знаете, я думаю, что если мицеллерной немножко водичкой смыть все лицо, то будет неплохо. Просто немножко подкорректировать. Ну, ты меня прям вот как из деревни накрасила, а? Ну, ты же... Вот сейчас я тебя накрашу. Я тебя сейчас накрашу. Вообще мне нравится. Ты знаешь, на самом деле, оттенок в тени прекрасный. Щечки розовые. Грудь мне нравится больше всего. На самом деле, спасибо вам большое за внимание. Было очень приятно, что вы нас в мульке посмотрели. Вот. В праздничном выпуске золотого яблока хотим поздравить всех мам с праздником. Вот. Потому что мама — это самое дорогое, самое святое, самое-самое-самое лучшее в вашей жизни. И в честь этого в честь этого мы объявляем конкурс на онлайн-шоппинг. В чем заключается суть? Вам нужно в комментариях к этому видео во-первых, подписаться на канал, потому что здесь классные видюшки, все такое. Подписаться. В комментариях написать очень интересные истории, которые связаны с вами и вашей мамой. Они могут быть трогательные, они могут быть забавные, быть или смешные. Вот. И, в принципе, все. И ждать результатов будет разыграно два сертификата на онлайн-шоппинг размером 10 тысяч рублей у вас и вашей мамы. Вот. Мы вам рассказали свои истории. Да. А теперь ждем ваши. Была оговорочка два сертификата под 10 тысяч рублей на онлайн-шоппинг в приложении «Золотое яблоко». Поэтому дерзайте, мы ждем вашей интересной истории. Пока-пока-пока. Еще раз хочу поздравить всех мам с наступающим праздником. Что я вам хочу пожелать? Оставаться всегда со своими детьми на одной волне. Даже такой прекрасный макияж сделанный моей дочерью для меня является самым любимым. Всем здоровья, любви, тепла и ласки.